То есть вам придется самостоятельно докупать каркас, матрас, вам придется заплатить 1620. Опасно для жизни. Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Рада вас видеть. И сегодня я бы хотела затронуть довольно интересную тему расходов. Смотрите это видео до конца и вы узнаете, на что же уходит больше всего денег, если вы живете в Соединенных Штатах Америки. Первое, это, конечно же, аренда. Rent, rent, rent. Когда вы только приезжаете в какое-то новое место, первое, о чем вы задумываетесь, это о жилье. Очень много существует приложений и сайтов для покупки аренды, для поиска жилья в различных городах, штатах, в общем, в любом уголке этой страны. Вы обязательно найдете жилье по своему карману, по своему доходу. Но нужно обращать внимание на несколько аспектов. Один из них, это мебель. Очень часто дома, квартиры сдаются без какой-либо мебели. То есть там может быть кухня, микроволновка, посудомойка, это в основном бывает во всех квартирах, но нет совершенно никакой кровати или чего-то еще. То есть вам придется самостоятельно докупать каркас, матрас и все оставшиеся принадлежности, что составляет также немалую статью расходов. И второе, это то, что очень часто заявки на аренду приходится оплачивать отдельно. То есть это от 35 до 75 долларов примерно. Вы заполняете заявку на то, что вы желаете арендовать квартиру, дом. И вам за это придут заплатить деньги, которые, к сожалению, не входят в стоимость аренды последующей. Или не будут вам возвращены, если вам откажут. В итоге моя квартира в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, стоит 1400 в месяц. Также скажу, что если вы дополнительно будете докупать кровать или что-то, то это каркас кровати около 300 долларов и матрас тоже около 300-400 долларов. Второе, это кварплата. Во всех странах она наверняка также варьируется от времени года, то есть лето или зима. Самые затратные, конечно же, это зимнее время. Итак, давайте посмотрим, сколько же обойдется нам зима. Итак, за воду у нас постоянно 40 долларов. Каждый месяц это фиксированная плата, не зависит от того, сколько вы использовали. А за газ, это одна из самых дорогих статей расходов в нашей платежке. Зимой это около 400 долларов. А за электричество около 100 долларов. И в итоге только за три зимних месяца вам придется заплатить где-то 1620. Весной и осенью кварплата обойдется где-то в 240 долларов за месяц. Это та же вода 40 долларов. Электричество около 50, газ около 150. Но это средние показатели. Это когда кажется, что в принципе кварплату платить не за что. Но опять-таки это та же самая вода. Газ обойдется где-то в 100 долларов. И тут подключается дополнительно электроэнергия, потому что летом находиться в квартире, в доме без кондиционера просто нереально. А кондиционер, в зависимости от того, конечно же, какая-то марка, какой расход электричества, где-то вам дает минимум 50 дополнительных долларов. То есть электричество в месяц будет как минимум 100 долларов. В итоге летом вам придется давать где-то 165 долларов каждый месяц. Третье это, конечно же, связь, телефон. По связи здесь совсем все сложно, потому что здесь неважно, звонки производите только в своем штате или также звоните в какие-то другие. Цена здесь одинаково высокая. Простой тариф без интернета обойдется где-то в 30 долларов. Плюс, если вы хотите подключить дополнительный интернет, это в районе еще 20-30 долларов. И не забудьте, что все это покрывается дополнительным налогом. В штате, в котором я переживаю, это 8% дополнительный. И в итоге у меня за мой безлимитный интернет и звонки, которые здесь никак не считаются, так скажем, мне приходится отдавать 90 долларов. Отдельный интернет, если мы подразумеваем домашний, то здесь он выйдет опять в дополнительную статью расходов. Это около 60 долларов в зависимости от местоположения и, конечно же, оператора. Есть один лайфхак, так скажем, это вышки Xfinity, которые очень популярны в моем штате, в моем городе. То есть, вам не нужно дополнительно покупать роутер. Где бы вы ни находились, у вас всегда есть возможность подключиться к интернету Xfinity. И у них также есть возможность оплатить интернет на день, неделю, месяц. То есть, вы можете варьировать, если вам вот только сегодня нужен интернет. Пожалуйста, подключите на день, я думаю, в районе 10 долларов это будет. И пользуйтесь безлимитным интернетом. И плюсом это то, конечно же, что где бы вы ни находились, вы можете всегда воспользоваться интернетом домашним. Что отчасти может перекрыть ваш сотовый интернет. Транспорт или передвижение здесь еще сложнее, наверное. В связи с тем, что даже в больших городах, мегаполисах, большинство населения коренных американцев передвигается на машине. Конечно же, здесь есть автобусы, троллейбусы, трамваи, такси. Но дело в том, что если мы говорим про маршрутки, то зачастую это очень неудобное расписание. Автобус может ходить раз в полчаса, раз в час. В зависимости от того, где вы находитесь. Плюс, если вы, так получилось, отдавали квартиру в не самом благоприятном районе, ждать дополнительное время на остановке или с кем-то ехать в автобусе, это тоже может негативно сказываться в какой-то мере. В Филадельфии проезд на автобусе или метро стоит фиксировано 2,5 доллара. Есть такая функция, что если вы покупаете билет, то следующие полчаса с этого момента вы можете бесплатно передвигаться на любом транспорте. То есть, если вы купили билет, садясь в автобус, и вы вышли там через две остановки, и вам нужно еще переехать на метро, то вам не нужно покупать дополнительный билет, если это время не составило полчаса. То есть, вы можете пересесть в метро с тем же билетиком просто провести, турникет откроется, и вы можете спокойно передвигаться. Но проблема в том, что если это состыковка автобуса-автобус, то, как я уже говорила, здесь очень неудобное расписание, и может получиться так, что вы только полчаса будете ждать свой транспорт, конечно же, уже никто не примет старый билет. Если взять основу, что вы работаете 5 дней в неделю, и вам нужно передвигаться, то это будет в районе 100 долларов в месяц. Машину можно приобрести практически за 1000 долларов, наверное, но нужно учитывать расходы на то, что машина с 1000 долларов вряд ли будет в хорошем состоянии, то есть вам придется что-то отремонтировать и ремонтировать по ходу вашего движения практически, и, конечно же, расходы на бензин. Бензин здесь варьируется где-то в районе 3 долларов, чуть меньше за галлон. Стирка белья – это отдельная статья расходов, да-да. Все видели в голливудских фильмах эти сцены, где главные персонажи пока стирают белье, прачечных ждут и совершают какие-то диалоги или действия. Это сделано все не для растянутости фильма или для красоты. Дело в том, что здесь, правда, в очень малом количестве квартир есть свои стиральные и сушильные машины. Но, конечно же, почти во всех квартирах есть посудомоечные машины. Прачечные здесь можно найти, в принципе, за углом. Они расположены буквально в каждом блоке, и средняя плата за стирку где-то 25 центов. То есть, чтобы один раз подкрутить одежду, пустирать 25 центов, второй раз еще, и, конечно же, расходы на порошок. Даже в съемных квартирах, если указано наличие стиральной и сушильной машины, кстати, я никогда не видела, чтобы американцы высушивали вещи, знаете, на таких вот стендах, стоечках, где вы перекидываете вещи, потому что у них, в принципе, сушилки очень давно. И вот даже если в квартире есть наличие этих машин, это не гарантирует, что это будет бесплатно. Зачастую даже в съемных квартирах, домах, неважно, вам придется опускать монетку. Так, допустим, что вы стираете 3 раза в месяц, 3 разных белья, имею в виду белое, черное и цветное, то выйдет это в среднем... Ну, и сушите это все, конечно. А в среднем это будет стоить 5 долларов, плюс расходы на порошок, ну, давайте скажем, пусть это будет 10 долларов. В общем, в итоге получается 15 долларов за стирку в месяц, в принципе, не самый плохой вариант. Но, как бы, имейте в виду, что вам как-то придется еще с этим бельем, с этими баулами и пакетами, со стиранной грязной одеждой не идти в практичную и возвращаться. Для меня это как-то очень странно, и я очень счастлива, что в нашей квартире есть бесплатные стиралка и сушилка в подвале. Еда это, наверное, последнее и будет самая необъективная статья расходов, потому что всем нужно разное. Начнем с воды, потому что вода из-под крана здесь совершенно не подходит для питья, это реально опасно для жизни, я думаю. И если только, конечно, у вас не стоят специальные фильтры. Итак, на покупку воды в месяц у меня уходит около 30 долларов, плюс, давайте посчитаем, буханка хлеба где-то 3 доллара, 2,5 килограмма картофеля около 7 долларов, литр коровьего молока, скажем, 3 доллара, и за 12 яиц вам придется дать около 6-7 долларов. Мясо здесь, в принципе, можно найти везде, оно сравнительно недорогое, стейк, ну, конечно, на 1-2 раза можно, в принципе, купить за 10 долларов. Отдельная статья расходов это туалетная бумага, не очень приятная тема, но все-таки здесь также на туалетную бумагу вам придется потратиться. За 12 рулонов придется выложить около 25 долларов. И если мы складываем все, что я сказала до этого, это получается около 134 долларов на человека в месяц. И на двоих, конечно же, вы не будете сыты постоянно картошкой, молоком и яйцами, добавим туда какие-нибудь ягоды, печеньки, допустим. И, в общем, на двоих в среднем в месяц получается 500 долларов. Итак, если мы подведем итог всего этого, то получится, что за месяц на двоих вам придется потратить около 2545 долларов. И это с учетом того, что вам ничего не нужно будет докупать в квартиру в виде техники или кровати. Давайте немножко затронем еще тему доходов, а то что-то совсем все грустно получается. В общем, если вы только приехали, и это ваш первый приезд из каких-либо таких глобальных планов к устройству в Google или Apple, и у вас нет контрактов, то есть вам придется работать сначала где-то, где довольно низкая заработная плата. Возьмем, что в моем штате 8 долларов, это минимальная ставка. Если вы работаете 5 дней, то в месяц выходит около 1120. Но нужно иметь в виду, что налог с ваших пейчеков, с вашей зарплаты, также будет в районе 23%. То есть вам нужно из этой суммы вычесть еще 23%, это то, что вы получите. При зарплате 20 долларов в месяц, что уже получше, и в месяц у вас выйдет около 2800, что уже неплохо, что если вы вдвоем, то хотя бы один человек может что-то привносить в общий доход, не тратя. Конечно же, вам не захочется просто сидеть дома или постоянно работать, вам захочется что-то покупать, книги, ходить в кино или что-то. Кстати, кино здесь очень дорогое. Это не самое дешевое удовольствие, но можно зарабатывать и больше, если у вас есть и желание, если у вас есть возможность трудиться, скажем, 7 дней в неделю. Если работа оставляет стандартные 40 часов в неделю, вы будете работать 80, конечно же, у вас прибавится доходов. И мне кажется, что на первых порах так и нужно делать. Нужно немножко больше трудиться, чтобы все-таки дать тебе какую-то подушку безопасности, так скажем, или откладывать на более улучшенную квартиру, или пересылать деньги родным. В общем, как вы пожелаете. Мне кажется, нет ничего постыдного работать в ресторанах. Это то, чем занимаются студенты J1, когда приезжают. Это рабочая туристическая виза, то есть работа и путешествия. Все в основном работают именно в ресторанах, и этого не нужно стыдиться, потому что мой любимый Джеймс Франко, или Ева Лангория, Брэд Питт, Ева Мендес, Дженнифер Эннистон, они все работали в ресторанах довольно долгое время, а, допустим, Ева Лангория, она вообще работала в Вендис, это типа Макдональдса 6 лет. Не бойтесь идти к своей мечте, рискуйте, иначе вы никогда не узнаете, что бы могло получиться, если бы. И, пожалуйста, оставьте комментарий, мне очень интересно, сколько же у вас уходит в месяц на расходы, какие-то коммуналку, аренду, то, что вам необходимо платить. Мне очень интересно. Моя плата, как я уже говорила, составляет около 2600 долларов в месяц. Пишите ваши расходы, ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня, пока!